125 граммов надежды. В Ешкар-Але прошла акция «Блокадный хлеб». Ее инициировало Министерство спорта и молодежной политики МРИЛ в честь празднования 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Напомню, осада города длилась почти 900 дней. По последним подсчетам в городе погибли полтора миллиона человек. В рамках акции, прошедшей возле вечного огня, волонтеры напомнили горожанам об истории освобождения Ленинграда и раздали ключевой символ акции – кусочек ржаного хлеба весом 125 граммов. Именно такой была норма, положенная обычным жителям блокадного города. Сейчас в современном мире идет большая подмена понятий, исторической памяти. И очень важно, чтобы молодежь наша знала, чтила, помнила подвиги своих бабушек, дедушек, своих уже прадедов где-то, другими словами, своих предков. Хочу сказать, что блокадный хлеб – это всего лишь 125 грамм. Это суточная норма обыкновенного неработающего человека. У работающего человека данная норма была в два раза больше. И это совсем не тот хлеб, который мы сейчас покупаем в магазине. Он состоял не только из муки, он состоял и из травы, и запилок, и даже из коры деревьев. И, конечно же, сегодня, когда мы раздаем этот хлеб, он – хлеб современный, но модные этикетки – разместили для того, чтобы молодежь знала, какой хлеб был в то время. Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Он объявлен в России в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. О том, как шла подготовка к акции и как предприниматели республики помогли в ее проведении, смотрите во вторник в вечернем выпуске новостей. Акция «Блокадный хлеб»